Ну что ж, батарейки отстоялись почти 20 часов, влага, влагодистиллированная вода практически полностью впиталась в маты, процесс растворения тех сульфатов, которые быстро растворяются они, он за это время, я думаю, прошел, вот эти батарейки 5 штук, с ними я начну работать после того, как заклею крышки на зарядных устройствах, в эти батарейки надо долить воды, еще немножко водички, дело в том, что маты сверху, они должны выглядеть как будто политы жиром, такие они должны быть блестящие, если внешне маты выглядят как сухие, то необходимо чуть-чуть еще в них долить Так, ну, показатели улучшились после заливки воды, улучшились реально, улучшение налицо, это с батареями я еще не работал, но давайте посмотрим, какие показатели вылезли, ну, вот, к примеру, вот эта батарея, на которую было 20%, давайте глянем, что на ней вышло сейчас, что получилось отжимаем плоского типа и 150 Ну, вот, результат виден, было 20%, сейчас 77%, и пусковой был 68%, сейчас пусковой ток 132 ампера, ну, давайте еще, какую, ну, вот эту вот 25%, на которой было 25%, на эту стрельнем Так, что-то не то, что-то у нас не то, видать, я ему был поход, контакт Сделаем еще один замер Вот, вот, небольшое улучшение есть, 35%, и пусковой ток 89 ампер, так, ну, давайте еще одну, вот эту вот батарейку глянем, ну, по крайней мере, Успокаивает то, что улучшение все-таки есть Также Также АКБ АДЖМ 150 Вот, пожалуйста, здесь результат Будем так говорить, солидный, 136 ампер батарейка выдает, и 82%, было 49% Результат Результат есть Так Ну, давайте еще, вот, на этой батарее, на которой было 14%, и пусковой был 58% Это После заливки воды Так, если там кто-то, у кого возникнут вопросы по поводу того, правильности замеров первичных, то, ребята, я это делаю не для роликов, а делаю для себя, поэтому я сам заинтересован в правильности результатов Ну, пожалуйста, с 14 до 76% и 131 ампер батарея выдает, было 58% Результат первичный, вот, только от заливки воды уже внушает оптимизм Ну, посмотрим после того, как я поработаю на зарядных устройствах и постараюсь их раскачать На этом, я думаю, сегодняшний ролик будет, сегодняшняя серия будет закончена И в следующей серии будем рассматривать уже непосредственно мою работу с зарядными устройствами, с этими батареями Сейчас я буду определяться, на каких, какие батареи, на каких устройствах будут работать после непосредственно диагностики Потому что, с каждой батареей нужно работать индивидуально, и с каждой батареей нужно подходить, искать свой подход В зависимости от тех результатов, от той динамики, которую они показали, от НРЦ, от емкости, отпускового тока Все это нужно сложить и выработать дальнейший план работы На этом ролик буду заканчивать Не ролик, а очередную серию Всем пока Следующая серия будет завтра Добра, удачи, всего хорошего Вынужден сделать небольшое дополнение К этой серии Значит, провел Диагностику на всех батареях Что касаемо этой батареи, которую я Я неправильно ее замерил Выставил не AGM, а обычную батарею И поэтому у нас показало 35% Значит, первичные показатели были Более достоверные Да, вот единственная батарея, в которой показатели ухудшились от первоначальных В связи с чем это связано, я пока не знаю Но она, в принципе, она и отличается от остальных Вот, по крайней мере, корпусов Может, она старше Ну, сейчас никаких выводов делать не будем С ней нужно поработать зарядом Ну, вот, давайте посмотрим на динамику всех батарей Вот эта батарея, которая была мертвая Пусковой ток был 10 ампер Сейчас 14 после заливки Напряжение 10, так, 14 Стало 9,91 Вторичные замеры я записался не подстоять, чтобы немножко отличать Ну, почерк у меня, как видно, как у доктора Никто, кроме меня, разобрать не может Вот, так вот, 49,82 Пусковой со 106 до 136 Так, это отстающая батарея Вот эта батарея тоже неплохо поднялась 52,81 И пусковой 109,135 Эта батарея вообще отлично пошла С 20 до 77 И пусковой 132 Здесь с 83 до 100 И пусковой ток 165 Я уже говорил, что пусковой ток я выставляю условно 150 ампер Исходя из того, чтобы эти батареи были крутящие Дело в том, что я их буду продавать И чтобы эти батареи уверенно крутили моторчики Я выставил условно 150 ампер Потому что я не знаю параметры этих батарей первоначальные Какие они идут с конвейера Так, вот, с 49 до 88 И со 106 до 142 ампер Вот здесь было 6 Процентов стало 12 Небольшая динамика положительная есть Так, вот здесь было 14 176 Здесь вообще отлично батарея поднялась И что характерно НРЦ на всех батареях Уменьшился Упал напряжение И также на некоторых батареях Больше, чем наполовину Где-то меньше, чем наполовину Где-то наполовину Сопротивление также уменьшилось Ну, в среднем где-то на 40, наверное, процентов Так, опять же, 14 С 14 до 76 И пусковой 100 до, так, так, так 58, 131 Вот, явно динамика Больше, чем на 100% поднялась И вот эта батарейка была 41 Сейчас 100% и 161 ампер Батарея выкатывает Но НРЦ маленькая Процент заряда 80% Здесь вот с 98 до 88 упал И пусковой 161 На НРЦ также немножко понизилось И сопротивление С 23 до 14.35 Так, ну что, сейчас Залью Далью водички Вот в эти батарейки Которые не до конца пропитанные Прикрою маты И буду Заклеивать Проклеить Заклеивать Все батареи Заклею И, наверное, начну Работать с ними Уже сегодня После обеда Первые циклы проведу Постараюсь до конца рабочего дня Определиться С методами С теми режимами Которые На которые Я буду ставить На заряд Ну вот теперь Всем пока Третья серия На этом Заканчивается Вот так Произвожу Склейку Крышек Клей Дихлоритан С растворенным Обея с пластиком Внутри Значит, палочкой Наносим По периметру Даем Немножко Подсохнуть Клею Чуть-чуть Буквально Несколько Минут Две-три Максимум Пять И берем крышку И Вклеиваем Ее Можно Поставить Какой-то Небольшой Грузик Нет, это Не пойдет Положим Молоток Вот так Вот так